МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение лета тысячи горожан научились обходиться без горячей воды. А сегодня уже готовятся к наступающим холодам. А ситуация в городе угольщиков Анна Ахпашева. Справедливость утверждения о том, что трудности закаляют, черногорцы каждый год проверяют на себе. Общегородские и коммунальные проблемы каждый решает поодиночке. Поэтому, к примеру, в магазинах бытовой техники стабильный спрос на тепло и водонагреватели. Я одна живу в квартире, а у нас воды в котельной постоянно нет горячей. Вот она. Все лето мы мучаемся. Гребеть ими, кастрюльками, как говорится, не постирать, не помыться. Просто очень высокий на них. Каждый третий покупатель приходится спрашивать их. Ну, потому что что-то у них постоянно... То воды горячей нет, то еще чего-нибудь будет. К тому, что еще чего-нибудь не будет в квартирах с приходом холодов, жители, похоже, уже морально готовы. Вот вы знаете, поскольку с горячей водой вот такие проблемы, вот я зиму лично жду с опасением. Подтверждают опасения горожан и выводы прокурорской проверки. ООО «Теплосервис» не имеет лицензии на осуществление деятельности, не заключены договоры страхования, не проведена аттестация работников. Но главное, на момент проверки никакой ремонт оборудования практически в каждой из пяти котельных не выполнялся. Обязать это сделать должен городской суд, куда прокуратура направила исковое заявление. Каким образом они будут осуществлять свою деятельность в отопительный сезон, мы будем тщательно и пристально следить. В случае срыва отопительного сезона предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная ответственность руководителю данного предприятия. Получить комментарий руководства ООО «Теплосервис» нам не удалось, начальство на месте не оказалось. Однако в администрации города нас заверили, ремонт на котельных ведется, подготовка к отопительному сезону началась. А прокурорское предписание об устранении нарушений, скорее всего, стимулирующий фактор, как гарантия того, что тепло в квартирах черногорцев к началу отопительного сезона все же появится. Анна Ахпашева, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Абаканская МОП УЖК оштрафована за незаконное завышение платы за жилищные услуги. Прокуратуру с заявлением о нарушении своих прав обратились жильцы дома 35А по улице Крылова. Позже было установлено, что управляющая компания неправомерно взымала плату в прошлом году за жилищные услуги. При начислении за содержание и ремонт общего имущества был использован тариф в размере 18 рублей 98 копеек. При этом протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, по которому и взымалась эта сумма, решением суда признан недействительным. Таким образом, МОП УЖК в нарушении жилищного кодекса в одностороннем порядке применило тариф на содержание и ремонт общего имущества дома, что повлекло ущемление прав и законных интересов жильцов дома. Размер штрафа для предприятия составил 100 тысяч рублей. Больше 6,5 миллионов рублей получит Хакасия в этом году на реабилитацию детей-инвалидов. В республике опробуют новые методы помощи маленьким больным. Первыми деньги получит дом-интернат Теремок. Какие инновации будут внедрены в специализированных учреждениях, узнавала Юлия Константинова. Владислав Черпаков – аутист с рождения. Сейчас парнишке 16. Однако с таким сложным диагнозом он до сих пор без мамы или специалиста никуда. Даже самые простые бытовые навыки даются с трудом. Поэтому Елена Олеговна переживает за будущее сына. Я прекрасно понимаю, что мы не вечны. И мы должны как родители приложить все усилия к тому, чтобы по возможности своего ребенка социализировать. Хотя бы частично. На базе республиканского дома-интерната такая работа уже ведется. Три года назад Теремок выиграл грант на приобретение трактора, теплиц. Теперь даже самые проблемные воспитанники имеют представление о том, как посадить огород, когда надо собирать урожай, какие блюда можно приготовить, к примеру, из картофеля. Очень приятно им было, когда они этот урожай сами чистили, картошку жарили и здесь же кушали. Это для них потолок счастья. Так дети любят сами своими руками приготовить и покушать. Они никогда этого раньше не знали. Они приходили в столовую, в столовую уже все готовенькое, они пришли, покушали и ушли. Они даже посуду за собой не мыли. Здесь они всему этому научились. А теперь смогут попытаться и жить самостоятельно. Почти миллион рублей в рамках региональной программы «Равные возможности» будет выделен на создание тренировочной квартиры, полностью оснащенной всем необходимым. От стола со стульями до современной бытовой техники. Компьютер, телевизор. То есть и вот дети уже старшего возраста, уже при выпуске из учреждения, будут там какое-то, конечно, при сопровождении социальных работников проживать. Технология будет рассчитана в течение двух-трех месяцев. То есть самостоятельно будут готовить пищу, самостоятельно будут планировать свое ведение хозяйства, свой рабочий день. И, в общем-то, для того, чтобы часть детей, которые смогут жить самостоятельно в дальнейшем, были к этой жизни подготовлены. Планируется в рамках гранта выделить средства и на создание ресурсного центра по организации помощи с самого рождения малышей, на выездную бригаду по обследованию семей с детьми-инвалидами, на отработку проекта кратковременного пребывания таких ребятишек в детском саду, в общем, на так называемые инновационные проекты, главная задача которых – создать разным детям равные возможности. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200, Хакасия. Аграрное предприятие «Союз» не будет привлечено к штрафу за порчу экологии, заявляют специалисты Россельхознадзора по Хакасии. Напомню, в Усть-Абаканском районе на арендуемой земле сельхозназначение аграрии развернули промышленный глиняный карьер. За незаконную добычу ресурсов надзорники выписали штраф в 20 тысяч рублей. Посчитать ущерб экологи не успели. Предприниматели довольно технично увернулись, предоставив новый план, который предусматривает в этом месте водоем для разведения рыбы. Таким образом, 18 гектаров остаются в статусе земель сельхозназначения. Но раскопки по закону допустимы для того, чтобы построить тот самый водоем. К слову, глину «Союз» поставляет на местный кирпичный завод. Или семья, или карьера. Каждый третий россиянин считает, что совмещать воспитание детей с успешной карьерой – это погоня за двумя зайцами. При этом у молодежи до 24 лет на первый план выходит карьера. 22% респондентов заявили, что женская карьера может пойти в гору после рождения ребенка, объяснив это тем, что у женщины появляется стимул больше зарабатывать. Треть опрошенных не связывают детей и карьеру между собой. Полагаю, что все зависит от окружения и поддержки. Еще треть опрошенных людей уверены, что после рождения ребенка женщине становится гораздо труднее сделать карьеру. Причем среди молодежи, уверенных в этом, 42%. А вот 38% опрошенных старше 45 лет сказали, что рождение детей никак не влияет на женскую карьеру. Исследователи считают, что лишь с опытом приходит понимание, что карьера и дети – вещи невзаимосвязанные. Новый закон об образовании вступил в силу с 1 сентября. Как изменится жизнь в школах с его принятием? Речь об этом пойдет в рубрике «Интервью». В гостях у моего коллеги, ведущего программы «Вести события недели» Алексея Гончаренко побывала начальника отдела развития образования Министерства образования и науки Хакасии Ольга Пономарева. Сегодня вы увидите первую часть этого диалога. Разговор коснется основных изменений в законе. А из новостей у меня к этому часу все. Приятного вам вечера и до встречи на канале Россия 24.